Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как и обещал, о реалистических произведениях Михаила Булгакова, о романе «Белая гвардия», пьесах «Каббла Святош», «Бех», повесть о записке на манжетах и сборнике рассказов о записке юного врача. Что можно сказать о реализме Булгакова? Насколько он новаторский реализм по себе? Конечно, он продолжает традиции прозы 20-х годов, традиции литературы Серебряного века. «Белая гвардия» — произведение, вписанное в традицию литературы 19-го и начала 20-го века. На мой взгляд, сильно перехвален роман. Написан как-то несколько даже коряво, с претензией на поэзию, на что-то невероятное. Но при этом «Белая гвардия» — это роман, который показывает нам ранее Булгакова. Булгакова еще проникнуто христианскими интенциями. Как мы помним, именно молитва сестры, забыл ее, Елена, кажется, она привела к выздоровлению Алексея Турбина. И эта сила ее вопрошения, она становится кульминацией этого романа и во многом ключом к его пониманию. Потому что «Белая гвардия» — это роман не столько о белом движении, сколько о доме, сколько о семье. О семье и доме, которые противопоставлены рихой гражданской войне. Булгаков — монархист и традиционалист, и это в его романе видно, и выступает в защите традиционных ценностей. Против кавардака, против хаоса, против всего того, что стремится эти отношения уничтожить. Также в записке на манжетах отрывочное произведение. Повесть, описывающая мударство раннего Булгакова, попытки его опубликоваться. Работа в Лито, работа его в критике, попытка его обратить внимание на себя, на свою жизнь, на свое творчество. Повесть тоже очень талантливая, пистелеграфным стилем, гораздо более тонкая, гораздо более изощренным языком она описывает то, что в «Белой гвардии» нет. Это произведение очень ритмически выверенное, очень яркое, тоже подзабытое, к сожалению, в отличие от «Белой гвардии». «Белая гвардия», когда вышла на первый план, с ранних произведений Булгаков. А вот этот текст как-то подзабыт, к сожалению. Записки юного врача и примыкающие на рассказ «Морфий» — это тоже во многом шедевральная проза раннего Булгакова, описывающая его столкновение как врача с темнотой народа, с темой египетской, как в одном из рассказов сказано, с невежеством. Именно это невежество, именно эта темнота, какие-то подспудные пласты народной жизни породили гражданскую войну, породили революцию. Во многом она виновата была интеллигенция, но не в том, что она не воспитала народ, а в том, что она не создала условия для его органичного и нормального развития. Во многом она виновата была, конечно, власть, но не будем сейчас вдаваться, это не так уж важно для нашего рассуждения. Сейчас мы рассказываем о его произведениях Булгакова, а не «Вскрываем причины гражданской войны». Тем не менее, все эти произведения, так же, как и его пьеса «Бег», описывают и дни трубленых, кстати, о которых я хотел сказать. Все эти произведения описывают одно и то же состояние. Состояние разорванности времен, состояние разорванности сознания. Когда человек не знает, чего хотеть, чего желать и к чему стремится, он оторван от своих корней. Семья разрушается, дом разрушается, падают вековые устои. В этом состоянии очень трудно понять, что делать дальше. Вот это для Булгакова самое главное. Для того, чтобы понять, что такое будущее, что такое прошлое, чтобы жить в будущем и прошлом, надо настоящее сберечь. Надо попытаться настоящее срастить, соединить, связать воедино. То, что потом будет делать в Бабеле, в своей кунарами, в одесских рассказах. Соединить то, что несоединимо. Выразить то, что невыразимо. В пределении ситуации выразить языком бесстрастным, в то же время языком захлебывающимся от эмоций. Белая гвардия проигрывает тоже кунарами и по всем фронтам. Но это роман проникновенный и очень величный, очень теплый, в котором мы видим описываемые события взятия Киева. Сначала Петлюровцами, потом Немцами, потом Красными. И все это невероятно трагичные события, напоминают нам сегодняшний день в современную Украину. До такой степени, что порой кажется, что мы спим. Что все это какой-то кошмар, который длится столетие, который не может никак закончиться. Дни Турбинных гораздо более сниженный, гораздо более компромиссный вариант романа Белой Гвардии. Дни Турбинных описывают нам, почему Белые проиграли, и на этом во многом делают главный акцент. Почему Белые проиграли, и почему Красные имеют моральное право на победу. Как говорил Машпагевский в одном из своих монологов Дни Турбинных, что я за Красных, потому что Красные нас разбили, потому что мы никто и ничто, мы полное ничтожество. А Красные сильные, они имеют на это право нас побеждать, нас гнать. Дни Турбинных, конечно, в сравнении с романом, тех, кто читал роман, кажется компромиссной пьесой. И у них нет ничего, что добавляло бы нового к роману. Но при этом эффект, пример драматизации романа, пример его театрализации, это чрезвычайно интересный момент, когда роман театрализируется самим же художником, самим же автором. Это очень интересный момент, очень захватывающий читателя. Пережить все снова, но при этом на театральных подмозгах. Пьеса «Бех» гораздо более, еще даже более чем Турбинных произведение «Антибелая». Она показывает нам разложение нравов, разложение в среде белой эмиграции, показывает нам, насколько люди изврались, насколько они друг друга ненавидят. Это написано было в 1937 году, что опять же говорит о том, что Булгако во многом одобрял хотя бы частичные прессии Сталина, направленные против его же идейных противников, против противников Булгако, против раповцев, против так называемых очень крайних левых критиков, писателей, которые травили его, травили передовую литературу тех лет, травили Бабеля, травили его, травили Платонова, Олешу. Поэтому, когда Стали начинают их расстреливать или что-то с ними делать, или ссылать их в лагеря, то, конечно, Булгако просыпается мстительное такое ощущение, что все это справедливо. Так вот, «Бех» — это во многом завуалированное одобрение Сталина теперь пройти, к сожалению. Это надо признать. Потому что то, что мы видим в этой пьесе, — это, конечно, разложение все и вся. Понятно, что Белый Держин не был святым, как в этой шутке. Начали его почти святые, а закончили почти разбойники. Но, тем не менее, это были люди, чрезвычайно тонкие, чрезвычайно тонко чувствующие боль за Россию. Нельзя их так изображать, как кровожарных тиранов типа Холдова. Нельзя их изображать, как мужа Серафима, который исключительно думает только о деньгах. Конечно, такие люди были, но не только же они были там. А у нас здесь все одно черное красное, это было бы несправедливо. Роман, вернее, пьеса «Бех» была экранизирована Владимиром Наумовым, Александром Алловым, как известно. Она была потому и экранизирована, чтобы мы увидели именно антибелое, в общем-то, провластное высказывание. Поэтому мы разрешили, как снимать фильм по этой пьесе, хотя оно о Белом Движении. Как говорит Холдов, как тараканы побежали. Ему приснился, он стал ночью, видел, как тараканы побежали по столу, и вот он описывает, что мы, как тараканы, бежим. И вот этот бег тараканий, бег, и сцена тараканива бега не случайно включена вот в пьесу. Это во многом то, как Булах принимает белую эмиграцию. И лучшая пьеса, как была Святош, это личное отношение к Сталину, личное отношение к тирании Сталина, личное отношение к тем, к тому, что Булах испытал в те годы. И, наконец-то, он расписывается полностью уже в своих иллюзиях, описывает, что все, что он воздавал на Сталина, мистическую связь с ним, которую он ощущал, все это абсолютнейшее ничто. Сталин тиран, и он уничтожает художников, уничтожает его самого, уничтожает Мольера. Конечно, Мольера уничтожает не Сталина, а Людовик XIV, но мы увидим, что вы увидите, когда прочитаете эту пьесу, что в ней в гораздо высшей степени виден исторический контекст 30-х годов, когда она создавалась, а не сам контекст, когда действие происходит этой пьесы. Мы видим монструозные образы кабалы священного писания, фанатиков религиозных, архиепископа Шарона, но при этом за все мнение угадывается образ образы доносчиков, преступников сталинских, которые доносили друг на друга, убивали друг друга. Во многом эта пьеса именно кабала святошь, именно святошь, те, кто считают себя святее других, фарисейское бремя, которое даврило страной, потому что убивать и доносить обычно имеют право только те, делают такие вещи только те, кто считает, что они имеют право так делать, именно потому что они святее других. Как правило, самые люди, самые злые и самые страшные люди, именно те, кто считает себя моральнее, честнее, нравственнее других, правило, они страшнее всех. Именно об этом эта замечательная пьеса. Подводя итог под анализом реалистического корпуса творчества Бугакова, я хотел бы сказать, что это творчество зачастую недооценивается в сравнении с аналоговическим корпусом текстов Бугакова. В тот же раз «Косморфик» лучше прозаический текст Бугакова, написан на реалистической манере. Это не только история борьбы с морфинизмом главного героя, не только история коллапса личности, сколько борьба с самим собой, борьба с зависимостью, со страстью, со страстностью, как таковой, с пафетоном, с страстностью, как таковой. Это глубоко христианский текст, описывающий в зависимости от страсти, попыток победить эту страсть, в итоге полная капитуляция перед ней. Очень трагический текст. Поэтому хотел бы вам посоветовать прощать в первую очередь Морфий по поводу Святош. Наверное, все-таки Белую Ввардию, потому что в этом романе мы видим определенный тот лиризм, которого нету в позднем Бугаке, который даже в Мастерной Горите кажется каким-то массовым, каким-то слащавым. В Белой Ввардию он искренен, гораздо искреннее и глубже, чем он может показаться поначалу. До свидания.